Более двухсот специалистов в эти дни в областном центре обсуждали вопросы женского здоровья. Как сделать так, чтобы проблемных родов становилось как можно меньше? В чем причина детских заболеваний на ранних стадиях беременности? И чем можно помочь тем, кто хотел бы иметь ребенка? Тем для открытых дискуссий довольно много. Все потому, что и белорусская, и российская система здравоохранения в последние несколько лет сделали большой шаг вперед. И теперь могут взаимодополнять друг друга. Эти встречи становятся уже традиционными, потому что еще не начался сегодняшний форум, а мы уже запланировали встречу в октябре с 28 по 30 октября белорусских врачей, российских врачей в городе Москве на нашем пленуме, на нашей пленуме ассоциации. Доклады ваших акушеров-гинекологов и анестезиологов-прианиматологов всегда вызывают бурный интерес. Причин этому много, но уровень этих двух специальностей в вашей стране у меня нет никаких оснований льстить, потому что это не входит в мою программу, но он крайне высокий, очень достойный. Один из главных тезисов большой открытой дискуссии – подготовка к беременности должна быть заблаговременной. Тогда медики вовремя смогут предупредить женщину о возможных проблемах и наблюдать, есть ли такая необходимость на протяжении всего срока. Ранняя диагностика, должное внимание со стороны врачей к здоровью мам и малышей, вовремя оказанная помощь в случае непредвиденных ситуаций – все это позволило Брещене стать лидером по рождаемости в стране. У нас за прошлый год отмечен положительный естественный прирост, у нас за счет рождаемости увеличилось количество населения, у нас снизилась смертность, поэтому мы можем сказать, что у нас в 2016 году все было хорошо. Без внимания врачей не должна остаться ни одна женщина. Еще один тезис, озвученный во время конференции. С такой же особой ответственностью, вне зависимости от того, какие это по счету роды, к вопросу появления ребенка на свет должны подходить как молодые, так и опытные матери. Год необходим для того, что если будут выявлены какие-то заболевания, серьезные заболевания, в том числе наследственные заболевания, хронические заболевания, у нас был год на то, чтобы компенсировать их, назначить женщине лечение, которое она во время беременности не сможет принимать, в силу побочного действия лекарств на развитие ее будущего ребенка. Новое звучание в последние несколько лет получила и такая тема, как экстракорпоральное оплодотворение. Это шанс для семейных пар, не имеющих детей, стать родителями. В этом вопросе белорусские медики смогли сказать свое веское слово. Это отмечают и российские коллеги. Экстракорпоральное оплодотворение – проблема, которая на сегодняшний день актуальна и в России, и для вашей республики. Я очень рад был узнать то, что в вашей республике это становится частью государственной программы. То есть до недавнего времени и в России, и в Республике Беларусь женщине требовались достаточно большие материальные средства для того, чтобы эту проблему решить. А проблема женского бесплодия, она растет по силу самых разных причин в современном обществе, в том числе и в наших странах. И то, что государство в Республике Беларусь и в России берет часть этих затрат все больше и больше на себя, это очень прогрессивный шаг не только к тому, чтобы увеличить рождаемость, но и к тому, чтобы уменьшить количество осложнений. Кроме непосредственного общения, в рамках конференции прошла презентация возможностей современной фармацевтической промышленности, а также производственных новинок медицинского оборудования.